Всем привет, ребята! Я знаю, что гендерные праздники у многих вызывают массу вопросов и отрицания, и в принципе уводят многих из нас в контрпозицию. Но я очень люблю 8 марта, потому что в моей парадигме это не день весны, красоты и прочего, а это в первую очередь день солидарности трудящихся женщин. И вообще-то у этого праздника очень глубокая, связанная с феминистическим движением история, и на него налеплено много разных смыслов, поэтому для меня это такой день всех девочек, девушек и женщин в этом мире. Я давно хотела снять видео с моими любимыми героинями, именно к 8 марта, причем сделать акцент не на сильных женщинах, а на разных женщинах, которые мне нравятся и которые меня вдохновляют. И, к сожалению, если бы я сейчас села, перебрала все свои прочитанные книги, видео получилось бы часа на два, поэтому я решила ограничиться и назвать произведения и героинь, которые первыми приходят мне на ум, когда меня спрашивают про то, какие женские книжные образы меня вдохновляют. И сюрприз, у нас с вами здесь не будет никакой классики. Все, о чем я вам расскажу, это плюс-минус современные произведения, и иногда даже детские произведения, но я считаю, что они потрясающие. Одно из них вообще не про женщин на самом деле, просто я очень люблю героиню оттуда и считаю, что она просто образец всего. Начнем мы с, наверное, очень необычного решения для 8 марта, с целого цикла книжек, внезапно написанных мужчиной, но, тем не менее, это одна из самых феминистских фэнтези-серий, которые вы можете себе представить. Я прекрасно понимаю, что сейчас выходило очень много фэнтези и фантастики с женщинами-героинями, книги, которые были написаны женщинами с акцентом на женских проблемах, но, честно говоря, пока что Терри Пратчета никто не переплюнул. Я говорю конкретно про цикл о ведьмах, хотя на самом деле женские персонажи абсолютно разные, абсолютно прекрасные, встречаются у Пратчета в разных книгах, но цикл про ведьм стоит просто как что-то особенное. Тех, кто не в курсе и никогда не прикасался к плоскому миру, это фэнтези-вселенная, созданная Терри Пратчетом. В плоском мире, точнее о плоском мире, существует просто невероятное количество романов, и эти романы, они объединены в циклы, которые рассказывают о каких-то конкретных персонажах и об их приключениях, но циклы между собой пересекаются. Тем не менее, вы можете не начинать читать романы о плоском мире самого первого «С цвета волшебства», а почитать какие-нибудь другие циклы и подциклы, потому что у цикла про ведьм существует еще дополнение и продолжение в виде истории Тиффани, и восприниматься это будет достаточно цельно. Цикл про ведьм неудивительно рассказывает про ведьм из Ланкра, ведьм, которые живут недалеко от Овцепикских гор, и про то, что случается с ними. И Пратчетт умудрился не просто выписать несколько невероятно харизматичных женских персонажей, очень цельных по-своему, очень разных, с очень разным бэкграундом, с очень разным взглядом на жизнь, но он умудрился написать книги про, я бы, наверное, сказала, женский круг, про внутреннюю солидарность, про внутренние проблемы, про разные типы женской реализации, я не побоюсь этого слова, потому что, если даже взять тройку главных героинь, Матушку Ветровозк, Нянюшку Як и Маград Чеснок, которая в итоге успешно реализовалась в браке с любимым человеком, они абсолютно разные, и все они очень крутые. Но даже больше, чем книги про ведьм, я люблю книги про Тиффани, это история про девочку с меловых холмов, которая становится ученицей ведьм, и это очень крутая история взросления. Это, будь в моем жизни не Гарри Поттера, а книги про Тиффани, что-то в моей жизни было бы намного лучше. По крайней мере, до некоторых вещей я бы допедрила точно раньше. Мы едем дальше, и следующая героиня следующей книги, как раз-таки еще одно такое исключение из феминистического дискурса, потому что книжка вообще не про женские проблемы, вообще не про женщин, и смысл у нее другой, это Арабелла Стрэндж из книги Сюзанны Кларка, Джонатан Стрэндж и Мистер Норрл. Арабелла Стрэндж — это не ключевой персонаж, это жена Джонатана Стрэнджа, второго английского волшебника, он настоящий джентльмен, он сын лорда, то есть он бездельник по сути, и он занимается магией, потому что, ну а что ему еще делать, он хотел чем-то по жизни заниматься. Но и Арабелла, как мне кажется, это прекрасный образец женщины, которая никогда не теряет самообладание при таком-то муже, которая умудряется противостоять сильным мира сего и даже сильным мира другого. Потому что по сюжету книги ей приходится столкнуться с силами волшебными и коварными, и она умудряется очень хорошо им противостоять. Вообще она потрясающая, она смелая, она честная, она стойкая, она волевая, она во многом дополняет своего мужа и делает его лучше, чем он был бы без нее. Я прекрасно понимаю, почему Джонатан был так в нее влюблен, и полностью разделяю его чувства. Следующая книга, вы сейчас увидите, что мы, так сказать, немножко застряли в Англии 19 века, это «Мисс Черити» Мари от Мирай. Я обожаю эту книгу. Для тех, кто не в курсе, что это за книга, это роман, написанный под вдохновением от биографии английской акварелистки Беатрис Поттер. И точно так же, как Беатрис Поттер, главная героиня Мисс Черити, девочка, которая учится рисовать, и как бы вся ее жизнь связана с рисованием, и в итоге она делает карьеру художницы, что в ее время, в викторианскую эпоху, было просто чем-то невероятно. Немножко спойлерю, но жизнь Черити сложилась намного лучше, чем жизнь Беатрис Поттер в личном плане, но, тем не менее, эта книга не лишена некоторых душевных потрясений и сложных выборов. Точно так же, как история Тиффани у Пратчета, история Черити — это история взросления, причем взросления в культуре, которая не очень-то предполагает женскую свободу, женскую любознательность и, в принципе, какую-либо свободу движения. Но Черити умудряется этому противостоять. Она очень практична, она очень умна, она очень любознательна, она очень талантлива, в конце концов, и знает цену своему таланту, за что я ее, кстати, тоже уважаю. И еще одна классная фишка этой книги — это то, что в процессе взросления главной героини мир вокруг нее становится шире и сложнее. Поэтому, если вы начинаете, все довольно мило, хотя и безумно иронично, поскольку Мария Отмюрай прекрасно ловит вот эту вот восхитительную английскую иронию, то когда она растет, она замечает больше, и некоторые вещи, которые казались ей простыми и обычными, обретают сложности и глубину, и от этого книга немножечко грустная. Я говорила, что классики не будет. Чуть-чуть вас обманула. Но это не классика-классика, а это классика детской литературы. Ну, не очень детской, но у нас это считается детским каноном. Это героиня Туви Янсен. Я, в принципе, обожаю Туви Янсен. Я считаю, что она икона просто во всем. У меня лежит ее биография, которую я хочу наконец-таки прочитать. И, в принципе, все, что я о ней слышала, это такие супер вдохновляющие вещи. Но мы поговорим не про нее саму, мы поговорим про муми-троллей и про малышку Мю. Точнее, про Мюмлу, которая постарше, и про маленькую, концентрированную, злобную, по-хорошему, малышку Мю. Я, в принципе, очень люблю муми-троллей. Мне кажется, что это история, через которую можно очень классно объяснять мир. Я до сих пор не прочитала маленький-маленький последний сборник повестей, невидимую девочку и другие истории, которая у меня здесь где-то вот лежит, потому что я ее берегу. Ну, скорее всего, я сейчас весной до нее доберусь. Это тот момент, когда ты безумно любишь какой-то цикл, и у тебя остается последняя книжка, сюжет уже завершен, но эта последняя книжка, она как дверца в этот мир, и ты ее просто пережешь на день какой-то глобальной грусти. Так вот, я очень люблю муми-троллей, мне очень нравятся типажи, мне очень нравится то, как через метафоры, через игру Янсон умудряется говорить об очень сложных вещах, и я крайне обожаю Мюму, потому что это персонажи, через которых классно понять, что такое личные границы, что такое ярость, когда ты маленькая затюканная девочка, и ты учишься выражать свою ярость, выражать свою ненависть. Местами даже, наверное, трикстерить. Малышка Мюм в этом плане абсолютно концентрация всего вот этого, Мюмала мягче, и мне она очень-очень нравится. Но, как бы, это не единственные женские персонажи у Туви Янсон, там есть и Муви Мама, там есть и Филифьонки, там есть и Фрейкин Снорк, который я не очень люблю, потому что она такая типичная девочка-девочка, но, наверное, это какая-то моя тень вылазит и кусает меня за жопу, так что я всем советую муми-троллей. А, и там же есть еще Туи Тики, это отдельная любовь на самом деле. И я не знаю, наверное, почему эти книжки попадают в эту подборку, из-за героинь или из-за их создательницы, но они здесь. И два произведения, о которых некоторые из вас, возможно, не знают, но если вы смотрите мой канал, то, скорее всего, пару раз вы от меня о них слышали, потому что я их очень люблю и частенько про них рассказываю и добавляю в подборки. Во-первых, это Страшный дар Екатерина Коуте и Елены Клем. Это прекрасная стилизация под английский роман XIX века, очень викторианский, поскольку авторы там прекрасно знают особенности исторического периода, и в целом вся книжка, она буквально насыщена этими деталями. Они не бьют читателя в лоб, но они хорошо создают контекст. И еще эта история про Фейри. Главная героиня Агнес Тревельян очень-очень хорошая, правильная английская девочка, у которой, тем не менее, есть характер. И я очень ее люблю, потому что она выписана, с одной стороны, как довольно наивное существо, ну, ей по бэкграунду и возрасту положено быть наивной, потому что она молодая девчонка, которая только что выпустилась из пансионата, она вообще жизни не видела никаким образом. Но при этом она умна, она достаточно эрудирована, у нее есть какой-то внутренний стержень, из-за которого она не попадает под чье-то влияние, а имеет свое собственное мышление, свои суждения и способна противостоять кому-то, кто пытается прогнуть ее под себя. Я очень люблю Агнес как образец женственной, но стойкой героини. И если в Арабелли Стрэндж, допустим, куда больше воли, а в Мисс Черити, допустим, куда больше прагматизма, то Агнес иногда такой невинный-невинный цветочек, но ты все равно ее уважаешь. И последняя книга в подборке, это одна из моих тоже любимых детско-подростковых книг, это песня кукушки Фрэнсис Хардинг и ее главная героиня Трис, точнее, не Трис. История здесь о том, как девочка просыпается и понимает, что она не помнит часть своей жизни. Дело в том, что она не настоящая девочка, а фейский подменыш, а настоящую Трис украли, потому что ее папа сделал кое-что не то. На протяжении всей книги не Трис пытается отстоять свое право на жизнь, и я очень люблю эту вещь. Я ее люблю в том числе за то, что в тот момент, когда героиня теряет практически все, она освобождается, и там есть прекрасная фраза про то, что мне больше не на кого производить впечатление, так что я могу узнать, кто я такая. А еще там есть потрясающая героиня второго плана, невеста брата настоящий Трис, и она, конечно, тоже потрясающая. Песня кукушки довольно мрачненькая, на мой взгляд, и, как другие книги Фрэнсис Хардинг, очень честная. Я, в принципе, люблю Хардинг за вот это вот. Она, с одной стороны, пишет детско-подростковые вещи, в основном фэнтези, но она не боится говорить о сложных темах и иногда об очень тяжелых вещах, не о тяжелых внешне, а о тяжелых внутренне, как бы обо всякой внутренней фтанине. Вот такая вот у нас сегодня с вами подборка. Я еще раз скажу, что если я бы хотела вписать сюда всех своих любимых героинь, видео получилось бы намного дольше, чего я не хотела делать, но если у вас есть что сказать, и если у вас есть какие-то любимые героини в книгах, истории которых помогали вам в какие-то сложные периоды, или которые вдохновляют вас, или о которых вы периодически вспоминаете, когда сталкиваетесь с какими-то проблемами, пишите об этом в комментариях. Ну и на всякий случай напомню про книгу, которая хорошо символизирует праздник, о котором мы все говорим. Это «Багровый лепесток» и «Белый» и «Мишеля Фейбера». Я не стала включать ее в эту подборку, хотя я безумно люблю эту книгу и героинь в ней, а они очень крутые, и я бы не хотела переходить одну из них дорогу вообще ни в коем случае, но она немножко более стекольная, как мне кажется, чем то, что я хотела бы передать. Тем не менее, я всем ее рекомендую, это огромный тысячестраничный роман про проституток в викторианскую эпоху, и он вот таким. Я о нем здесь уже рассказывала, но как-нибудь обязательно это повторю. Нужна какая-нибудь триггерная подборка, наверное. Вот что я думаю. Увидимся с вами в следующих видео, обязательно будет прочитанное. Ну и спасибо за просмотр, и всем пока!